Царю небесный, утешителю души истины, И же везде сын, и вся исполняй сокровища благи, И жизни подателю принеселись овны, И очистины от всяких скверны, И спаси блаже души наши. Много милости, Господи, благодарим Тебя за все милости и щедро, Которые даровал Ты нам, именем Господа нашего Христа, Даруй и нам, малому стаду верных Тебе, Господи, Присоединиться к Слову Твоему Святому, Соедини, Господи, нас мыслями, делами, нашими всеми размышлениями, Духом нашим, Даруй, Господи, пламенеть по Слову Твоему Святому, Все, что, Господи, блаженный апостол, апостолы Твои понесли в этот мир, Духом пламенея, И показали любовь Твою тем, что они были между собой в любви. Даруй, Господи, и нам показывай Тебя через Слово Твое Святое этому миру, Любя Тебя, Слово Твое Святое, И этот мир, прибыльно, бодейный и грешный, И делай все, Господи, что Ты заповедовал нам, Для того, чтобы еще многие обратились к Тебе, Господи Творцов. Слава Тебе за все, Отец и на Святой Дух. Аминь. По имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Нас мало, и нас все меньше. Но самое главное, мы не врозь. Нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. И вот оно, Слово Божие. Опять Слово Божие. И радость, и Дух пламенеет. Жаль, что люди не хотят слушать. И братья отовсюду сигнализируют. Люди не хотят слушать, люди не хотят слушать. Люди не хотят слушать. А Амос говорит, придет, время такое. Будут красивые юноши и девушки искать. От моря до севера, до юга, от моря до востока. Будут искать и не найдут Слово Божие. Странно, да? 6 миллиардов экземпляров различных книг Слова Божие выпущено на земле. 6 миллиардов выпущенных книг. И вдруг не найдут Слова Божие. Ну понятно, что Слово Божие печатное не найдут. А того человека, который будет объяснять, не найдут. Потому что от слышания Слова Божие, от слышания, не совсем от чтения. Можно и читать, конечно. Но у тебя возникнет все равно в конечном итоге вопрос. И тебе должен будет ответить человек. Не робот там, ничего. Ты не сможешь там сказать. Гугл, скажи мне там о вечной жизни. И Гугл. Не так хорошо. Вечная жизнь это там. Никто не сможет ответить. Не сможет. Потому что Гугл не заменит искренне любящего Господа человека. Итак, мы остановились. Евангелие Танна, 5 глава, 30 стих. И прочитаем его. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот бы нам такой суд. Просто вот посмотрел. Почему молчание золото, говорят? Потому что можно ошибиться в рассуждениях. И ты можешь осудить человека. А от слов твоих оправдаешься и отсудишься. Поэтому, конечно, лучше было промолчать. Но, с другой стороны, кто не ошибается, тот... Кто ничего не делает, тот не ошибается. А кто не ошибается, тот не получит обличение. А молчащий глупый сойдет из-за мудрого. То есть ты над глупцом и умрешь просто. Будешь сидеть все время делать такой мудрый личик. А толку никакого не будет. Так же мудрецы делают сидят. Ну, понимаете. Это же... А есть ли жизнь на Марсе? Ну, это как подумать. Начинают. Или священники. А как нам каноны исполнять? Ну, это знаете, когда-то, давным-давно. Как будто бы Лину рассказывают нам. С далекой-далекой галактики. Галактики, да. Или сказку какую-нибудь. Мультик. Я помню, что мудрецы ходили там, вот, на им карту. Бух. То есть я вам все время пытался взлететь. Нет, не помню, но это... Они мудрецы подходят, опять на нем там что-то, да. А он опять берет и взлетает. А, ну-ну-ну, я понял, понял. Это о духотворенном человеке, как ему крылышки подрезают. Да, мудрецы-то они рассуждают все время, да. А человек одухотворенный, вот как Лена, раз, мне создалось. Она встала в простоте, пропела, ну, как могла. Ну, зато это слова о Христе, о любви там. А ей крылышки кто-то подрезает, потихоньку подрезает. Мудрецы тут некоторые сидят. Некоторые мудрецы, да. Она старается распахнуть эту клетку, говорит мудрецу, что ты нехороший мудрец. А мудрец вам своим огромным ножницам достал и опять потихонечку к крыльям лезет. У меня нет комментариев, а если Лена спела, кто-нибудь скажет, как хорошо спела. Да, найдется тот, кто скажет, что хорошо спела. Какие слова. И пишут мурашки по коре. Видишь? Вот таких вот и подрезают. А кто подрезает, мы сейчас и проверим. И Господь что нам говорит в толковании блаженного феофилакта? Я не могу творить ничего нового. И чуждого от отца. Ибо я не имею ни воли, ни силы, отлично от отчей. Дабы некоторые, видя его человеком, с большой буквы конечно, не соблазнились, как видимый человек, с большой буквы опять же, может производить праведный суд. Тогда как по словам Давида, всякий человек ложь. Ну, кстати, там дальше-то написано, сказал я в опрометчивости своей. В опрометчивости сказал. Он такой подумал о людях. Почему? Потому что написано у премудрого Соломона, что искал я близкого человека среди всех людей. Среди мужчин нашел одного, а среди женщин не нашел. Но я думаю, что он неправильно искал. Да. И он не женщина. Если бы женщина искала среди женщин, она быстрее нашла, чем мужчина через... Нет, просто тогда не было благодатной силы Божией, вот в чем дело. Женщинам очень, конечно, тяжело устоять от соблазнов этого мира, потому что женщине нужно широкая спина, каменная стена, на белом коне принц. И пускай даже она родит от него там и многих. Но чтобы он кормил ее, она, ну, понятное дело, не работала на шпалах, забивая там костыли и не таская шпалы. Понятно, и поэтому тяжело. Сейчас в наше время как бы полегче уже, тем более, что благодатная сила Божия пришла и сказала, что женщина сонаследница вечной жизни. Сонаследница. Потому что уже ни Иудея, ни Элина, ни Мурского поля. Да, да. Тогда было сложнее, поэтому, может быть, он и не нашел. Но если бы он правильно искал, если бы он увидел, что женщина не должна быть рабыней при этом, А то, конечно, если раб, ты ему начнешь указывать, тебе понятно, что сломается любой. Тогда любой сломался бы. Но была Богородица, она не сломалась. Ей сказали, как так? И пришлось собор собирать там этим старейшинам и думать над ней, а что делать-то с ней? Не хочет мужа. Главное, заставить нельзя. А потом решили, вот, да мы сейчас ей налечем кого-нибудь, старика. И пускай там ходит она под ним. Что она не взбунтовалась? Какая мудрость была тогда у этих ребят. И в то же самое время отступление. Может быть, она так прекрасна была, все равно, они же понимали, что она... Кого там прекрасна, 14 лет, девчонки, прекрасна она так была? Самый расцвет у них, наверное, это у нас может быть еще. Да перестаньте, перестаньте. Что там прекрасного? Ну, девчонка и девчонка, молодая. Ну, когда Степан говорил, они видели, как бы ангела. Как бы ангела, а Богородица с ли с ангелами общалась, и лик у нее, возможно, тоже ангельский был. Почему нет? Чувствовали какую-то благодать? С чего она общалась? Где-то в слой Божьем видно, что она общалась с... Преддания, вот эти книги и читаешь про Богородицу, там есть? Да там много чего есть. Там есть видение во храм, что она вообще в святую святых жила. Туда приносили еду. Ну, я не знаю, что они придумали на ходу, я в чете предложил. Видать, и сбоку зашла как-то. Там же все у них, что-то, через пень по-флотски. По-прямому ничего нету. Придумывают на ходу, а мы должны тут теперь оправдывать все это или что. Итак, Псалом 115, 2. Но Господь вперед сказал, не удивляйтесь тому, что я сын человеческий. И теперь говорит, суд мой праведен, потому что я сужу так, как слышу от отца моего судящего. Ибо я не своей воли ищу, но воля отца. Кто желает утвердить свою волю, тот может быть заподозрен в нарушении правды. А кто не имеет в виду себя, тот какой будет иметь предлог производить суд неправедный. Ну, Господь говорит, не судите и не судимы будете. Не судите и да не судимы будете. Помните, да, где это написано у нас? Евангелие от Матфея, там, 7 глава начинается. Приговор не выносите. Да, не выносите приговор. То есть не суди до конца, потому что человек может измениться, стать другим. Потому что он предстает пред Богом. А ты кто такой судящий чужого раба? Стоит ли он или падает и так далее. И тем более, что когда пришло царство Христа, то есть тысячелетнее царство, оно сейчас еще продолжается, когда пришло, то человек духовный, его вообще судить никто не может. Да, он может. То есть, а что может тогда, что можно тогда ему делать, этому человеку? Можно его... Что? Обличить. Обличить. Дальше. Наставить. Направить. Научить. Совершенно верно. Вот что можно делать с человеком и нужно делать с человеком. А какие... А еще, что похоже очень на суд. Вот там пьяница лежит, и мы проходим там, допустим, ну кто-то, вот опять пьяный там, а мы говорим, да, пьяница царство Божие не наследует. Ты нам сразу, оп, а ты что судишь? Мы не судим, мы рассуждаем. Мы просто говорим Слово Божие о пьяницах. А пьяниц много-много. Он не один сейчас лежит. Это он здесь, а там в Бразилии лежит, где-то в Германии лежит. Там на Чуковке где-то лежит пьяный. И ко всем это относится, не к этому одному. Просто если он не будет за собой млюсти, то Царство Небесное не наследует. Для этого что нужно? Для этого нужно веровать во Христа и идти за Христом. Господь поможет. То же самое мы... Ну это просто то, что пьяница, его видно, что он валяется там, лежит. А кого-то не видно, блудников, допустим, не видно. Они ходят, они все такие хорошие. Они намазаны, у них машины даже хорошие. Блудники обычно любят побольше собрать своего хвороста огненного. Ну и мы уже просто говорим общее, что блудники тоже не наследуют Царство Небесное. А духовные блудники вообще не наследуют Царство Небесное. Еретики, да? Да, которые еретики. То есть это мы что, осудили? Что ли? Да нет, мы не осудили. Просто Господь это сказал, мы предупреждаем. Наше дело предупредить. Но от рассуждения до осуждения написано один шаг. А почему? Потому что сердце наше человеческое таково, что нам нужно сдерживать себя. Ну нужно, здесь нужен опыт, если честно признать во всем, то нужен опыт. Потому что если ты только-только-только уверовал, пришел Господу, тебя тянет вот что-то высказать так, что пред Господом это все засияло. А бывает и ошибаешься. Можно вопрос? Говори. Ну вот журнал вот нам дали, например, мученики-то за Христа разных странах. Вот там же сектанты проповедуют. Ну конечно. Вот люди с искренней верой, вот они стоят Христу молятся. Вот если он в такой простоте, вот этот негр, он ничего не знает еще. Но он молится Христу, он искренне любит. Вот он как еретик, но он искренне любит, он не знает просто. Ну и как заблудили его, неправильно обратили или как. И он все равно будет гореть тоже. Или как вот. Конечно. Конечно. Если он не в церкви Христовой. А если там вообще церкви нет на этом континенте? Например, в этом месте. Ну нет в этом месте церкви, например. А только вот это какая-то общая. Нет церкви, конечно нет. Конечно нет. Поэтому и сложности возникают. Поэтому белый конь до сих пор скачет. Поэтому до сих пор антихрист не пришел. Ты видишь, что творится в мире? Понимаешь, что хочется сделать Запад и Америка с этим миром? В конечном итоге. Это никто не догадывался, пока русские не вели войска в Украину. А как вели, это как полезло все. Гейпарады эти все. Как начали принимать законы в этой Европе. И все законы. Сейчас у них такой закон обезличивания есть. Раньше был там, допустим, термины он и она. Ну то есть женщина, мужчина. А теперь термин просто они. Родитель один, родитель два. Ну это уже давно. А теперь везде. Допустим, раньше было продавщица и продавец. А теперь человек продажи. Будет просто. Продажный общий. Человек по продаже. Как же персонал по продаже. Вот так называться будет. Менеджер. Все это уже в Германии выводят законами. То есть немцы, это Гитлер. Он же был до такой степени против этого гомосексуализма. Он их ненавидел. Он забил тюрьмами, гомиками все тюрьмы в Германии. Они же там распустились. Они быстро распускаются. После Первой мировой войны Германия вот вобрала в себя всю эту погаданность. Вот эту. И она первая была. И Гитлер, когда пришел, он быстро все это перекрыл. Давай их садить, наркоманов всех там. И вдруг Гитлера, ну Гитлер покончили с ним. И казалось бы, наоборот, должны лучшее взять. Взяли все самое худшее. И еще непонятно, кто заразил этот Запад гомосексуализмом. Хотя они и там сами любители. Там негры же, и они что попало делают. Ну, звери. Говорят, мы расисты, там мы расисты. Прямо так говорят сейчас в Америке, говорят, русские расисты. Русские расисты. То есть у нас негров-то нету. Я тут проезжал, он идет черный прям. И на велосипеде оба едут. Я выглянул, говорю, мир тебе. Он, а-а-а-а. Я говорю, зима скоро. Он, а-а-а-а. Русские добродушные. Зубы такие белые-белые. Думаю, потрескиваются все на морозе. Зубки-то. А их нету. Я зимой специально смотрю, их нету. Они не учатся. Они к себе уезжают. Зимой видели сколько раз. Зимой уезжают они тут тоже. В большинстве своем. И холодно. Так что Не судите, да не судим и будете. А судят-то, во-первых, судят больше всего как раз и верующих людей судят. Ну, если ты Слово Божие не знаешь, то легко будешь судить. Прям легко. Легкотень. Вот нас судят прям. Вот пачкой целой судят. Сейчас называется, у нас, знаете, как их называется, там где-то в Подмосковье. Ирина такая, она миссионерский отдел. И вот она обращается сейчас к Богу. Там идет через Вячеслава. И говорит, у вас сейчас называется православная церковь Лапкина. Объединяет. Да, да, ее прям так называют. ПЦЛ. Православная церковь Лапкина. Вот не знаю. Ничего совершенно не знают. Уже все осудили. Довольные ходят. Все с умными лицами. Не слышно. Ну, а как Петра и Павла, он же сам говорит. Мы Христа, говорит, проповедуем, а вы делитесь. А Господь говорит, я ничего не могу творить от себя. Так и так далее. То есть, получается, все каноны, которые у нас есть, это все от Христа. От Христа. Потому что человек вообще тогда не может ничего от себя творить. А откуда взяли каноны? Каноны взяли святые отцы. А святые отцы откуда взяли? Ну, понятно, что будучи движимым духом святым. Ставились вопросы в церкви, в общинах. Они приезжали и эти вопросы ставили перед собором братьев. А у нас какая церковь? Препославная. Ну, маловато. Маловато. Апостольская. Маловато. Вселенская. Маловая. А? Русская. Святая. Святая. Вселенская. Соборная. Соборная апостольская церковь. Апостольская церковь. Святая. Вселенская. Соборная. Апостольская церковь. Вы что-то так по одному словечку из вас выжимать сложно. Мы молимся ночью перед сном всегда и утро. Вот какая у нас церковь апостолей. Поэтому соборы постановлялись, соборы. То есть понятно, Дух Святой вещал одному, другому, третьему. Всем сразу нельзя, человек не воспримет это. Но все люди, которые были на этом соборе, они все действовали движимые чувствованиями Сына Человеческого. Почему он называется Сын Человеческий? Потому что Господь наш Иисус Христос, доподлинно, точно Ему известно все наши чувствования человека. И грешные даже чувствования, Он знает это. Сам, будучи без греха. То есть Он может быть судьей. И поэтому Он точно влагает вопросы в умы своих учеников. Вот этих самых святых мужей, которые приезжали. На первый собор 318 собрались. Ну было там и побольше. На соборах там было за 300, 380 было человек. Но так в основном было, конечно, за 100. 115, там было 150 человек. Ну то есть это опять говорит о чем? О том, что церковь, она постоянно живая. Она, это Слово Божие, живо и действенно. Понимаете? Острее всякого меча будет для острова. И поэтому вопросы очень остро ставились. Пошли в монахини женщины. Вопросы начали ставиться. Как так? Женщина бросает своих родителей, уходит куда-то в какое-то общество. Чего они там занимаются, непонятно. Видать, туда заглядывали и смотрели. А что за вера тут у вас такая? И поэтому так постановили. Женщине от родителей нельзя уходить. Мужчины так же пошли. Пошло другое. И мужчинам нельзя уходить от родителей. Если родители слабые, немощные. Нельзя уходить. Нужно доходить их. Да как больше сказал, иди за мной. Вы вообще не поняли Господа, значит. Суд, милость и веру забыли. А решили по самости своей поступать? Что мы так решили? Да, так и решили. Ну все, разогнать. Десять тысяч. Ну там сколько? Сначала двое, а потом десять. Пятьдесят. Сто мужиков в одном месте. В Александрии. Под Александрией, в пустыне. Десять тысяч. Последнее. Пятьдесят тысяч человек. Мужиков. Молодых. На войну не ходить, они уж там скидрили. Я уж не знаю что. Но туда пошли войска в конечном итоге. Это было, когда искали братьев долгих. А там этих мужиков море. Давай там их из этих кельев выкуривать. Где эти братья долгие? Где братья долгие? И там три брата было. Долгие, то есть высокие. Они высокого роста были. А они как раз забыли за этого. За Александра. А гнал этот. Перегнал Александра. Нет, что-то будет за Александра. Сейчас не помню кто там. Кафедры поменялись как раз. Митрополит другой. Этот умер. И вот эти. И вот они везде рассказывали о святости этого бывшего митрополита. Патриарха, так можно сказать. Александрийского. И их начали гнать. Нет, это за Александр. Он был все-таки на святой. И вот их давай искать. Этих всех пятьдесят там. Убили там. Что-то двенадцать тысяч что ли. Убили. Войска. Этих монахов. Они же тоже здоровые ребята. Сопротивляются. Что это было? К чему? И опять собирается собор. По вам постановление за постановление. На сегодняшний день семьсот девятнадцать правил. Которые никто не хочет исполнять. Исполняют только те, которые легенькие. А которые такие странные. Их никто не исполняет. Деньги нужны в церкви. Значит торговлю не будем исполнять. Четко написано, что торговать нельзя. Торгуют. Говорится, что крещение должно быть такое. Не крестят. Почему? А массовые люди пошли когда. То вообще хорошо стало. И священникам меньше там этих заморочек. Когда были коммунисты, то где я тебя буду крестить? В реке что ли? А вдруг кто увидит? Дома у себя. А вдруг кто узнает? Ну значит. Покрапили и все нормально. А когда свобода стала. Ну куда я такую толпу поведу? На реку что ли? А у меня дома тесно. Поэтому давайте мы его сейчас строим быстро. Покрапим вот так и все. Здорово придумали. Все проще. Простота. И то же самое женские брюки. Были сначала просто брюки. А потом думали, думали. Как же выйти из этого положения? Женщина в брюках ходит. А давайте женские назовем. Назвали женские брюки и священникам сказали. Брюки-то женские. И они все вот были у нас здесь прям висели. Женщина в брюках. И без платка не ходить. Читала? Почему морские брюки нет? Да еще и когда сказали священникам. Женские брюки. А они убрали все. А платки-то в платках без платков ходят. Так это уж ладно. Морские плотки. А у этих-то морские-то раньше пираты. Пираты. Да там не только пираты. Можно скажу к этому месту? Я в одном храме такую интересную проповедь услышала. Думала, вот ничего себе. Батюшка выходит. И начинает так говорить. Вот знаете, десятина же была раньше. Ее же никто не отменял. Господь велел платить десятину. Все должны платить десятину. Я думаю, вот это ничего себе. Думаю, Игнать Тихонович на нам прочитал о десятине. Или Ветхий Завет так хорошо знает. Он говорит, ну раз вы не платите, нам приходится торговать. А то вот некоторые гавкают, что торговать в храме нельзя. Ну и пусть гавкают. А мы пойдем вперед. Вот так вот чудно, вот так вот перевернул все. Все, я повернулась, вышла и пошла. Я больше не стала. Ну это надо вот так вот начать за здравие, закончить за упокой. Да, они это мучатся. Еще говорит не лукавство. Друг у дружки там перехватывают все это. Так он еще осудил уже людей. Гавкают, сказал. Это явно. И так на меня посмотрел. А когда говорят, что мы ругаем священников, мы не говорим, что священники вякают, тявкают или там что-то еще. Мы говорим, что они так поступают. Вот в чем дело. Так поступают, нарушая каноны. И поэтому многие санкции, наказания на них ложатся. И одни их там самые страшные. Это из сана. Извержение. Извержение из сана. То есть, если так поглядеть, то у нас священников-то нету, ни митрополитов, никого там. Раз-два я общался. Их просто нету. Но этот суд Божий, он там на небесах. Его кто видит-то? Только верные и все. А остальные, кто ходит, они видят. Он по злощенной одежде, с крестом. И все. Господь говорит, не сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Потому что по воле пославшего меня отца происходит он. А нам часто говорят, что вы все от кого-то говорите. Там какие-то все писания приводите. Вы от себя что-нибудь скажите, от себя. Вообще от себя так сложно что-то говорить. Вот если от себя говорить, то очень сложно. Мне кажется, уже пропитаны словом Божьим. Только подумаешь, что-то приходит сразу. А что от себя сказать-то? Для чего это главное все? Уже непонятно. Даже постараться, если сильно от себя. Самость, она... Это такой грех гордыни прям натуральной самости. Ты думаешь, что ты что-то можешь, что-то... Вот эти вот люди, которые проводят тренинги. И там рассказывают, как богатым стать. Как там вы... Жених, чтобы у тебя был. Какой вот такой жениха? Научу тебя. И учат как бы. Я там послушал. Думаю, в чем они? Они готовят галиматью месяц. Я думаю, бааа. А люди сидят. Дамочки такие сидят. Все такие. Видно, что денег хорошо принесли. И сидят за столиками таким. Все там аккуратно. Что-то записывают. И такие мудро смотрят. И она вещает какой-то галиматью им. Как найти мужа богатенького. Ох и дуры. Чем чудоишь не можешь. Чем легче в нее поверить. Человек легче поверит. Еще три из первой, три из пятой стихи. Давайте Господу попросим, чтобы он дал рассудить. Иван Гритана, пятая глава. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое свидетельство, что о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы послали к Иоанну. И он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его. Толкование. Если я свидетельствую сам о себе, свидетельствую не есть истина. Вот Господь сам подтверждает. Говорит применительно к понятию иудеев. Быть может, они намерены были сказать ему, что ты сам о себе свидетельствуешь. А в свидетельстве о самом себе никто не заслуживает веры. Посему он настоятельно говорит, я сам о себе не свидетельствую. Ибо в таком случае, по вашему мнению, я не стоил бы вероятия. Но есть другой, свидетельствующий о мне. Иоанн. Когда же говорит, если я и сам свидетельствую, свидетельствую мою истину, то говорит так по уступчивости. Уступая по мыслу иудеев, говорит, пусть так, что я свидетельствую сам о себе. Но если я и сам свидетельствую, свидетельствую мою истину, ибо я, будучи Бог, достоин веры. Называет Иоанна светильником горящим, потому что он имел происхождение земное. И свет имел не сам от себя, но от благодати Духа. И на время, когда же наступил День Господень, то есть учение, то светильник закрылся. Потому что начал светить сам Господь. Хотели хоть малое время при нем порадоваться. Видите, он как говорит, интересно. Он был светильник горящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Порадоваться, а ничего не удалось им порадоваться при свете Его. Очень мало прошло времени, всего полгода и пришел Христос. А вот День Господень, это вот когда Христос проповедовать пришел, да? Тут имеется в виду, что еще День Господень судный день называется. В некоторых местах. Да, так и называется, да. А где, про какой День Господень? Ты сейчас прочел День Господень, учение Господа. Вон светильник был Иоанн, земной. А потом наступил День Господень, когда это прекратилось, учение Христа началось. А тут же написано, когда же наступил День Господень, то есть учение, то светильник закрылся. Я говорю, просто День Господень еще судный день называется, и вот это вот, да? Ну, там День Господень, по-моему, с большой рукой написано, здесь маленький. День Господень, учение он назвал Днем Господнем. Днем Господа, то есть Днем Господа пришел. Да, ну, а тот день последний называется, или судный день. Да, а это День Господень, День Господень идет сейчас. И он мягко так, хотя Господь, он как Бог, а почему? Ну, недаром Господь сказал, я и Отец одно. То есть Отец, Сын, да еще Дух Святой. То есть Троица. Поэтому, да еще Бог сам в себе тут достоин, чтобы поверить Ему. Достоин, ладно, давайте достоин скажем. Лучше сказать достоин, чем сказать недостоин. Аксиус, да. Но, ладно, хорошо, то есть вы считаете, что вот я пришел сам от себя, отца вы не видите. Давайте тогда спросим Иоанна Христителя, он что вам сказал? Он сказал, что обо мне он сказал? Ну, да, сказал. А почему сказал и поверили? Потому что было очень много учеников, при Галилейском море стояло. И это шестая глава, когда он начинает говорить о себе, о плоти, о крови своей, о причастии. То многие, написано, отошли от него в 66 стихе. А многие, а кто был? Там были ученики Иоанновы, они пришли к нему. Ну, когда Иоанна казнили, ему деваться некуда, они к духовному привыкли уже. У Иоанна было духовное тоже научение. И они пошли ко Христу. Ну, как могли. Как могли, потихонечку, потихонечку. Но когда Христос это сказал, то они, конечно, уже отступили. Потому что надо было идти до конца, вот как апостол Петр. У тебя глаголы вечной жизни. То есть, к словам Христа с самого начала нужно было относиться, как к словам, которые тебя приведут ко спасению. То есть, покажут спасение Царства-то небесное. То есть, где ты будешь после... Что будет с евреями, в общем, конечно, в итоге. Вообще, с еврейским народом. Он же богоизбратый. Но умирают, и язычники умирают. А куда они даются-то, кто умер? У них какое-то... Ну, отличие есть от язычников или нет? А никто ничего не знает. Практически. Понимают, что, может быть, там Господь как-то отделяет. Ну, это мало, знаешь, как-то помогает. В преподности, в бодрости духа. Все равно умирают. Еще и проигрывают битвы. И предатели есть среди них. И эти казнокрады, и там кого только нету. Вот эти всякие перевертыши. Венемитяне только как себя проявили. Книгу судей читаем. Что они вобрали от язычников. Начали своих братьев, жен насиловать. Пройти нельзя было уже по стране Вениаминтянской. И всех перебили, кроме 600 человек. И то спаслись там уже. Ни женщин, ни младенцев не осталось. Понятно? Из племени Вениамина. Истребили всех. Сами же 11 колен. До такой степени они задрали их. Представляете, что они там творили, эти вениамитяне. Хуже Гитлера были. И потом уже, через пророка, который начал вещать, опомнились, когда их 600 человек осталось. Они там на скале оборону начали держать. Они ни жратвы, ничего нету. Они их окружили. Пускай вымрут. И уж пророк говорит, вы что делаете? Это же колено наше. Оно вымрет. И что вы скажете язычникам? Вы так друг друга, как скорпионы в банке-то, и сожрете. И уж, о господи, давай взывать. И Господь ответил. Пророки пришли от меня, поэтому давайте, думайте, что делать. Начали выдавать им девушек. Посмотрели по всем коленам, только 400, а 200 нету. Они тогда говорят. Ну, есть там празднество у этих, у ефремлян. Кого поймаете? Кого поймаете там? Те ваши. Те и ваши. Типа похищение собиянок. Что-то такое. У мусульманского. А? У мусульманского. Нет, это у римлян было. У римлян. Красное место. Кавказ. Ну, есть такое, у римлян такая есть легенда похищения собиянок. Рим сначала ставился, как разбойниче государство было. Одни мужики. Они разбойничали, на земле ничего не пахали. Просто набеги делали. Женщин-то нету, детей нету. И к себе в город. А потом город укрепили и захотели женщин. Ну и что делать? Ну и так вот, пока там они праздновали какого-то бога. Они окружили их и схватил кто какую-то. И утащили к себе. Точно так же и здесь тоже. Я даже не знаю, может быть это были не собияннянки, а может быть это от евреев легенда пошла. Она такая была. Какой-то год-то был приблизительно судей. Ну да, похоже может быть. А то где-то Давид. Да, до Давида это было. Нет, перед Давидом же это было. Так, 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 чужие языки. Так, судей книга. Ну конечно это было до Давида, да? В те времена далекие еще. За тысячу, тысяча двести, тысяча сто лет. До Рождества Христова. Так что, не было может никаких собиенок. Может это венебитяне были, от них пришла эта легенда туда. Кто-то там переплыл куда-нибудь. Ну, однако, вот так вот они сделали. Вот, что значит отступление от Бога. Сейчас читаем вторую Маковееву. Спойлер Игнать Тихонович подарил же нам Библию. Она все время. Мама, давай сегодня опять почитаем. Давай сегодня опять. Нравится ей. Вот одни войны, одни гонения, одни истребления. С Богом избранный народ. Это читать страшно даже вообще. Там, если у них год-два выдался, там и пишут, и выдался благоприятный год. Там мирный. Урожай можно собрать. Там вообще мирного времени у них практически никакого. И цари один за одним, один за одним, один за одним идут. Там видишь в чем дело? Когда описываются летописцами великие деяния какие-то, которые происходили. Просто великие деяния тогда, это была война. Потому что строительство чего-то, ну ты написал, что построили. Ну храм построили, там дворец построили, написали. И так далее, и все. Какой-то город отстроили, написали, город отстроили. А когда этот город кто-то захватил, представляете, кто-то строил, а другие пришли, его захватили, сели туда, ничего не строили. Просто захватили. Это интереснее описывать для людей. Это событие произошло? Да, произошло. И потом это стало как символом какой-то значимости, какой-то вот легендарности. И вот это сделал там Никанор, допустим. Или там Птоломей это сделал. Вот такие они молодцы. Ходят, захватывают друг у друга. А евреи под раздачу просто попадали. Они подставят одну щеку и по другой. В шарах с этой стороны. Они думают на эту сторону склониться. И в шарах с другой стороны. Они были прям на стыке между различными частями греческого мира, который остался после Александра Македонского. Государство огромное. Правитель проправил там всего 9 лет. И рухнуло полностью все. И распалось на мелкие государства. Сначала на 4 части, потом на большие. И евреи тут как раз посредине со своим государством. Государство-то 100 на 200 километров. А покоя не дают. Почему? Они странные были. Они бы ни за кого не воевали. Только за себя. Но маленькое государство кому-то надо примкнуть. Поэтому им доставалось со всех сторон. Бог уже допускал. Ну, полезли предатели. Хорошо. Да. Полезли предатели от них. Начали там жертву приносить. Помнишь, месяц знамения на небе. Воевали ангелы между собой. И они не могли понять, к чему это было или к худу. А потом пришло истребление. И всех истребили практически в Иерусалиме. Господь все делал. Как Игнат Тихонов сам говорил. Кто сделал Великую Отечественную? Кто революцию? Кто там? Он приводил. Не сделал, а кто довел. Довел, да. Кто? О, это Гитлер, Рой, это Ленин. Нет, это Бог. Бог допустил за грехи народа. За вступление. За неверие. Мы читаем вот этих классиков. Которые еще до революции были. Там веры вообще никакой нет. Там удивляешься. Или это уже перевод. Не вернее, не перевод. А может цензура советская в печать допускали. Но имя Божие даже вообще не упоминается. Даже с маленькой буквы. Вообще никак. Вообще ни во французской, ни в иностранной, ни в германской. Ни в какой там 700-е годы. И уже вообще о Боге слова даже нет. Что они там молились. Ну изредка там. Ну сходили в храм какой-то праздник. Все. Вообще о Боге не упоминается нигде. Ни у нас, ни там. Это что такое было? Ну Пушкина если взять допустим. Там вообще непонятно что за государство. Ну вот это длинное у него Евгения Онегина. Я бы вообще эту сказку о рыбаке и рыбке. Там он как говорит. Плохая бабка была. Да это мужик под каблучник. Ну вот это. Почему он так довел бабку-то эту? Там о Боге есть что-то или нет? Там есть там. Упоминается слово Бог. Я тоже думал, что нету ничего. Руслана Людмила. Там о Боге говорится. Слово Бог упоминается. Я думаю когда же это было. В какие края. Иисус светный или Бог. Это был Бог или нет. Не было. И читал. Думаю ну-ка почитаю там. Отрывками вижу. Смотрю. Да есть. Упоминают они о Боге. Но это все так редко. В такой степени. Вот Добрыня Никитич допустим. Вот когда Алеша Попович. Илья Муромец. Бог тогда был или не был. Это же вроде Владимир Красносолнышко. И поминают иногда. Слово Бог вставляют. А так непонятно кто они. За кого. Все время за русскую землю бьются они. Да. Очень сложно идут люди к Господу приходят. Очень как-то тяжело так все. Ну как будто там Бог где-то сам по себе. А мы тут живем сами по себе. Попы что-то там еще вертятся. Непонятно. В своих храмах. Ну или там какой-нибудь князь шалобушку даст. Он опять там сидит заткнулся. И все. Да не наноя. 8 человек из всего мира. Большой мир на всего мира. Священники проповеди говорят, что никто в радости не приходит. Да, они всегда это. Только в горе. Всегда любят. Вот как у нас говорят избранничество. Я вот тогда начала с подросткового возраста чувствовать. Вообще никого верующих нет. Одни атеисты, коммунисты, преподаватели. Там везде. Вообще никого. А я выйду, так посмотрю и чувствую. Молитвы какие-то в душе рождаются. Сколько-то Библии есть. Я перерыла все. У нас библиотека у бабушки была вот эта выписанная. Все шкафы забиты были. Я все. Что я там не нахваталась? Ужас. Всего-всего. Библию я чтобы не нашла там. Самое интересное, вот когда сейчас вот мы читаем вот с 31 по 35 стих. Вот они, что нашли они в Иоанне Крестителе такого, что они еще думали о том, что идти за Христом или не идти. Что такого они нашли невероятного? Иоанн Креститель сразу определил Господа. И отправил к ним. В темнице сидит. Они приходят к нему и он их отправляет ко Христу. Почему хитро так отправляет? Но он не хитро, он просто отправляет мудро. Мудро, да. Никакой хитрости не было. Ну, мудрость я имею ввиду, да. Он задает вопросы, идите, спросите на эти вопросы. Тот он или не тот? Он уже знает, что он тот, это понятно же. Он уже в темнице сидит, все, он уже сделал свое дело. А они не могут никак прийти ко Христу. Уже Христос ученики там с ним ходят уже отдельно. А эти толпой все ждут, сидят на том месте, где был Иоанн Креститель. Все смотрят. Ну, что дальше-то будет? А что вы тут смотрите? Вон, идите ко Христу. Вы же видели, как Иоанн Креститель к нему отнесся? Ну, он же младше, потому что он его крестил. Понимаете? А глаз вы слышали? Да то, может, гром какой-то. Не совпало ничего. А тут он волю, да, их не трогает. Не так, что все. Да. Я довел вас, теперь идите, вот Христос. Нет, идите, посмотрите. Нет, не было такого. Идите, спросите. Как-то ненавязчиво. Так сам был свой выбор должен сделать. Совершенно верно. Ты должен сам сделать выбор. И никто из учеников Крестителя, мы видим, ну, может быть, потом сделал кто-то из них выбор. А 70? Массово нету. Не оттуда 70? Ну, кто-то был, видать. Но не упоминается. Не упоминается, что теперь сделаешь. Если упоминается, получается, ученики Крестителя, это был Иоанн, был точно, и Андрей. Они были точно учениками Крестителя. Они пришли. Потом находит Петра. Петр был учеником Крестителя или нет? Видать, не был. Но благоволил. Потом дальше там Филипп, Нафанаил, те вообще где-то далеко. Понятно, они не ученики Крестителя. То есть, вот кто был, вот они, двое точно. Они пришли, пошли дальше. Уже не спрашивали, уже были со Христом. Так, ну и что у нас со временем? Давайте еще. 36-38 стихи. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сие, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас. Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Толкование. Иоанн говорит, засвидетельствовал обо мне. Иоанн, который вы считаете достойнее всех. Но как могли найти некоторые клеветники и сказать, да нам-то что, Иоанн благоприятствовал тебе, посему и дал свидетельство весьма доброе. Посему, говорит, вы посылали к Иоанну и спрашивали его, без сомнения считая его истинным. Впрочем, я имею другое свидетельство, больше Иоаннова. Дела, которые Отец дал мне, то есть возложил на меня совершить, свидетельствует обо мне. Делами называют чудеса, например, исцеление расслабленного и прочее. Бог засвидетельствовал об нем во всем Писании, в законе и пророках. Вы, говорит, не слышали голоса Его, то есть Отца, ни лица Его не видели. Да Он вам и решительно неизвестен, потому что вы не имеете и Слова Его пребывающее у вас. То есть не знаете Писания. Понятно? Писания не знаешь, нету Слова Божьего. Вот священники ходят, бродят там по Амбону. А почему не стали говорить проповеди? Не на праздники я пошла на Иоанна Крилетова. Петра и Павла пошла, нету проповеди. Пошли на преображение Господне, опять нету. Да это вроде говорили как-то. Несколько лет говорили проповеди, а сейчас почему-то перестал. Нечего говорить просто. Свидетельствующих обо Мне. Хотя и думайте, что знаете, и хвалитесь, что вам верены слова Божии. Что вы не знаете Писания, это ясно из того, что вы не веруете тому, кого Он послал. И как вы не слышали голоса Божия, ибо Бог не имеет голоса чувственного, ни лица Его не видели, ибо Он не имеет вида и образа, то не имеете в себе и Слова Его, то есть Писаний, свидетельствующих обо Мне. Игнатик, значит, вот это берет за основу своего комментария. То есть не имеете в себе и Слова Его, то есть Бога, то есть Писаний, свидетельствующих обо Мне. Видишь, они занятия нигде не проводят, им все неинтересно. У них нет друзей из простого народа. У них нет знаний, нужных для того, чтобы сказать слово. Нет просто их, нет. У них нет никакого желания говорить, потому что нет веры. Дух не пламенеет. И поэтому они с огромным удовольствием не проповедуют. С огромным удовольствием не проповедуют. Вот у тебя есть удовольствие что-то покушать, что-то посмотреть, о чем-то подумать. Вот, ну, что-то сделать такое приятное есть. И ты пламенеешь, когда это делаешь. У них нету этого ничего. Нету. Покушать-то есть, наверное. Ну, покушать что-нибудь у них есть, пламенеют они, да, кушают. У них это трапезная. Трапезная, да, вот это может быть у них. Что там приготовили. Вот там, допустим, идет там Спаскино-Союз. Там обязательно у них есть какой-нибудь там, мужичок с ноготок, который, или там, женщина какая-то, монахиня. И они показывают, что нужно готовить в пост. Там постные каши, там, какие-нибудь шанишки там постные, что-нибудь там, салатики. И вот они это обсуждают, все сидят там. И там, там, мне нравится, один пробователь приходит. С бородка такой придет, и все время он ему подкладывает, тот себе. А он говорит, правда вкусно. И все одно и то же. А тот такой сидит, и ему такой спокойно вещает. Вот так. Такое впечатление, вот выключить звук, как будто он ему рассказывает, что это такое, необыкновенно небесное, чудесное. Включить звук. Вот сюда немножко подсолить. Тут он добавит чесночку. Ну, что-то можно еще путей вещать. Ну, о чем и речь идет. Так и вот, а лучше они слушают все. Зачем они вообще его туда вставляют? Нужно говорить только, допустим, программа Триангела есть. Как не включишь, они постоянно какие-то местописания там, языки или берут, а толкуют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хотят ученые. Протестанты. Ой. У них там все, какие-то иносказания там, и все там, они прямо ничего не берут. Как будто в Ветхий Завет одни иносказания были какие-то. Но толкуют, стараются, что-то там. Вот мы адвентистов когда были, когда сестра прощалась там с ними, и вот там бабушки сидят, и у всех на первом ряду, бабушки у них почему-то сидят, тетушки, бабушки, и у всех Библии. И вышла женщина там, у них было о царях. о царе. Вот она начала рассказывать. Ну и слово Божие выберет. Царь царей там и так далее. И только там называют, место писания такое, они все вот так, как по команде. как по команде. А для чего они это делали? Что они не верят, что им правильно прочитают? Для чего они проверяют? Чтобы запомнить. Они показывают любовь, ревность к Господу. К слову. К слову, да. Я бы его тоже не любила, если бы не была там. Ты же видишь, как Любовь Николаевна единственная, кто открывает Слово Божие у нас из сестер. Все время. Я рад слышу. Иногда она ничего не читает, но видно, что она всегда что-то открывает, всегда ей нужно куда-то заглянуть. Оно больше запоминается. Да, зрительно. Вот мы сегодня вот, вот сегодня мы с вами беседуем, а у нас Валентина Ивановна лежит 88 лет и в беспамятстве она не помнит никого. Почему не помнит-то? Почему? Верующий человек не помнит. И вчера, вчера там какой-то, что там у нас что-то было такое, там выступает Кончаловский. Ну, я его сильно не слушал, так просто мельком. 85 лет берут интервью. Сидит такой, рассуждает. Такой, ну, этот он, режиссер. Михалкова там, сын этого еще, этого брат Михалкова. Сидит, рассуждает. 85 лет. Рассуждает. И у него интервью берут. И он, ну, не бестолочь какую-то несет, а он там о смысле жизни, что-то. Ну, он бестолочь несет, да. Это для нас настоящая бестолочь. Но, он, ну, как это, какую-то логистику хочет выстроить. У нас сестра лежит пластом уже сколько лет. по здравом умеет, твердой памяти. Да. И 88 лет ей. Ну, она постарше, но она уже сколько, никого не узнает, никого не принимает и так далее. Ее оторвали от общества Христова. Вот и все. Родные ее вырвали. А чего ты его никто не вырвал? Ходит еще. Я такой подумал, думаю, Господи, как все несправедливо, а. А потом вспомнил, справедливости-то нету и думаю, интересно, сколько я доживу, я не хочу быть, чтобы не узнавать никого и так далее. Что для этого надо? Что нужно для этого? Игнатийнучу 83. Он не просто там узнает всех или логистику какую-то выстраивает. Он становится еще активнее. Еще активнее становится. Торопится успеть. Торопится успеть. И все по Слову Божьему. И у него запоминания такие. Он еще больше запоминает. Как он говорит? У Дымнова, говорит, столько же мусора, говорит, как у меня в голове. С Игорем еще есть разница. У него не просто мусор. У меня там мусор. У него Слово Божие. И взлетие святых. Когда ходили мы навещать Александру Ивановну и Валентину Ивановну, разница была очевидная. Хотя Александра Ивановна была намного старше. Она лежала, светилась и с такой мудростью слушала. И пела, псалмы, и все мы с ней пели. И она с Валентиной Ивановны в это время спала на диване сидела. Она дремала и не могла ничего уже воспринимать. Хотя была моложе гораздо. И это внутри человека. Это сразу шло. Может быть, она за компанию пришла. Или что-то. Если Александра Ивановна сама пришла подумать. Да. Это может как со старшей сестрой. Вот я к этому и хотел, чтобы об этом все подумали. Хотите быть до конца, узнавать все. Узнавайте Господа Бога до конца. Его святую волю. И Господь не даст вам беспамятства. И вы не будете никого узнавать. Да, может быть, что-то будет, не будешь узнавать, но ты будешь говорить ему о Христе. Вот как у нас Раиса Николаевна Блинникова. Она слепая, она не видит никого, по голосу уже узнать не может. А о Христе шпарит по полной программе. И там это, ее вера, дочка говорит, вот она там типа меня уже там не узнает и так далее. Я говорю, ну она тебя-то не узнает. Но вот сейчас мы заговорили о Христе. Она и общину вспоминает, и Игнать Тихоновича вспоминает. И о Христе и молится постоянно. И плачет о грехах своих. Единственное, что вот то, что она слепая. Вот. Она, ну да, да, конечно, да. И братья приходят, она им говорит, мы из общины там, Игнатий Тихонович и так далее. Она, ладно, ладно, пойдемте молиться. Да, да, пойдемте. Вот недавно они ходили с ней молиться. Пошла молиться. И 82, 83. Николай, да. И там Андрей, по-моему. И Андрей Дарьев. Молодцы какие-то, что-нибудь еще. И вот Игнать Тихонович говорит, что и слова его, то есть Писаний, свидетельствующих обо мне, не имеют. И он говорит, комментирует так. Какой скорбью и укором звучат слова Спасителя против религиозных вольнодумцев. Господь разум своих противников вводит в жестокие рамки Библии, не позволяя уклониться ни влево, ни вправо противников именно. Весь Ветхий Завет имеет единственную цель привести своих слушателей к нагорной проповеди, к ногам Иисуса в доме Лазаря. А если этого не случилось, то человек прошел мимо. И знание Писания ему немало не послужило на пользу филиппийцам 1 глава 21 стих. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Апостол Павел иудейский раввин получил откровение от Иисуса и сумел заново пересмотреть все свои знания. И за каждой овцой, за каждым арцем, за всеми жертвоприношениями он вдруг увидел Христа распятого. Филиппийцам 3 глава 7 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вот так. А что значит приобрести Христа? Это значит, когда ты прочтешь слова Христовы, у тебя было толкование от Святого Духа на эти слова. Чтобы ты понял, о чем говорит Христос. Вот что самое главное. Чтобы ты понимал это. И тогда Господь сделал не просто, что он где-то прочел чьи-то толкования, он сам стал толкователем. Апостол Павел, вот в чем дело. А теперь мы только можем комментировать уже, потому что для спасения все сказано. Все сказано. Я не могу сказать, а теперь мое толкование. Я могу только сказать, а теперь я могу вставить комментарий на слово истолкование. На слово истолкование могу комментарий. И место Писания надо еще привести. И Жития Святых, чтобы где-то пример был. Или жизни нашей вот здесь в общине. которая привела к чему-то. Говори. Помнишь, Наташа еще ходила со мной, подружка высокая, такая, Калинина, и митер. Да, у нее табак нашел. Мы с ней ходили, по вечерам гуляли, и Слово Божие обсуждали, что мы молились, там читали какие-то выдержки из Писания, и ходили, обсуждали. И вот мы с ней идем, спустились на улицу Южная, там вот гуляем, и я начала ей рассказывать о Моисее, и вдруг, знаешь, открылась как панорама, и я вот это вот увидела, и вот настолько все понятно стало. Я вот жалею, что я не записала подробно, что конкретно, вот слова какие, ну настолько все картина развернулась, это бывает же вот такое. Ты начинаешь учить. Это чудо. Да, чудо Божие, я поняла чудо Божие. так это ярко, так это доступно, понятно, я поняла, что от Господа вот такое было. Не просто ты книжку читаешь где-то про старину. Сегодня было светло, читал без этого даже. Да? Вот что же? Слух нету, солнца, да. А на улице ты пробовал? Я вообще ничего не вижу, даже в псалтыре. Но когда я на улице На улице, да. Любим церковь. Я вижу вообще, люблю. Я отлично смотрю, отлично, очень хорошо. Слово Божие, все, как это написано? Все, Лена нас ждет. Достойно есть Яхова истину, Блажитетя Богородицу, Присно блаженную И пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Хенулин, И славнейшую Бессравнение Серафим, Безыскнение Богослова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Лена, помолись. Благодарим Тебя, Господи, за эти наши собрания, что мы еще можем собираться и изучать Слово Твое, и Ты просвещаешь нас Духом Твоим Святым, объединяешь нас во имя Твое Святое. Благодарим Тебя, Господи, продли еще это мирное время, помоги страждущим людям на Украине и распусти нас с миром, чтобы мы могли нести это Слово Божие дальше людям, чтобы они могли обратиться к Тебе, Господи, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Так, спаси Христа.